всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 15 сентября я вот продолжаю отбирать свои томаты солнечные подошла очередь солнечных томатов смотрите какая красота я сейчас подошла к томату мимо которого пройти никак невозможно потому что я его очень люблю у меня он на особом положении но так как он растет под яблоней у меня у меня же участок очень маленький куда не пойдешь всегда во что-нибудь упрешься вот здесь сейчас мы уперлись в яблоню и так как он растет под яблоней он немного нынче но ему досталось не очень завидное место нынче немного попозже он вызрел вот эта близость яблони которая весной когда высаживаешь вроде бы у нее маленькую тень она дает не так много а когда она потом разрастается и к осени вообще сплошной завесой вот так вот закрывает все солнце конечно из-за этого у меня перцевидный желтый он вызрел немного чуть попозже но зато он предоставил нам прекрасную возможность еще раз подтвердить все те сведения которые нам дает производитель о том что он и плодоносит до заморозков что он болезнеустойчивый что на него вот эти продолжительные похолодания не действуют ничего не действует сейчас я покажу вам этот сорт и все о нем расскажу и похвалю его потому что мне очень нравится этот суд я конечно уже убрала с него все листья чтобы ускорить созревание вот этих плодов но надо нужно было летом конечно показывать но видите у меня очень много сортов я все не успеваю и тут вот под ним уже яблоки валяются вместе с помидорами все вперед мешка но ничего смотрите это никакой не редкий не коллекционный сорт это наш отечественный давно известный томат но он не менее интересен чем все эти новинки которые сейчас к нам с вы хлынули из-за границы очень его люблю золотой томат плоды желто золотистые смотрите какие особенно осенью сейчас когда холодно когда вокруг уже ничего почти нет они такие яркие солнечные я вот их называю группа солнечных томатов смотрите кругом холод ни одного листика уже ничего нет вот только яблоня они яркие светятся словно бы они набрали за лето вот все солнце и все тепло вот видите вот этот лампа аладдина потом вот это в середине очарование и сюда же принадлежит вон в ведре перцевидный оранжевый специально поставила чтобы мы потом сравнили что они ненамного отличаются с перцевидным желтым и перцевидный желтый конечно это солнечный томат очень урожайность продолжительное плодоношение их не только много но они еще и долго до самых морозов вот сейчас я уже говорила что у нас ночи очень холодные мы даже печку подтапливаем потому что дома мерзнут ноги я хожу в шерстяных носках томаты все в прекрасном состоянии и не только на нижних частях но и выше 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 весь он в томатиках и все они без явных каких-то признаков заболевания это значит он очень устойчивый плоды такие цилиндрические их кто-то называет пальчиковыми кто-то называет перцевидными но вот такой вот удлиненные они формы они ровные все как на подбор видите как кисточки какие они все как на подбор вот прям как на картинке как нарисован нарисовано на картинке производителей там рисунок или фото я не знаю именно такие они получаются в жизни томат не боится не сильно боится ни жары не похолоданий и пишет производитель что он устойчив к вершинной и корневой гнили но у меня вершинки нет не только на этом сорте но и вообще но на этом сорте тоже хотя это как считается же у нас группа риска вот эти все цилиндрические вот с острыми носиками томаты не было ни разу не на томат не на перцевидном оранжевом не на перцевидном желтом ни разу не было у меня вершинной гнили так что еще дальше да я вот уже повторила что я специально подольше подержала потому что только осенью только вот сейчас в сентябре в средине в конце сентября можно посмотреть и удостовериться что действительно томат выносливый вот еще один куст смотрите какая красота гирлянда гирлянда прям висят что томат выносливый что он долго хранится что он ничего с ним не делается а еще вот у этого большое преимущество из-за плотной шкурочки он не трескается никогда вот перцевидный желтый не видела ни разу чтобы была трещинка эти томаты идеально для консервирования но раз они идеальны для консервирования значит они идеальны и для длительного хранения для вяления и для запекания вот все что это нужно и еще это тоже сорт семена тоже можно собрать потом в течение многих лет пяти семи лет высаживать и сейчас для сравнения для чего я притащила вот сюда вот это ведро смотрите вот это перцевидный оранжевый он вроде бы как бы ярче более оранжевый оттенок а те которые на кустах висят они желтые но если их подольше подержать вот видите вот эти плоды которые у меня упали и я не унесла вовремя они немного подержали и они тоже стали оранжевыми так что при полной такой биологической зрелости когда вот вызрит он до самого до самого конца он тоже приобретает оранжевый оттенен оттенок очень красивый он может быть прям вот такого вот света все вот это еще один солнечный томатик который очень люблю который всем могу посоветовать без всякого там даже даже пусть кто-то говорит что это или реклама или пиар пусть думают хоть как но этот томат прекрасный тем более он наш родной вообще в этом году таким вот товаром даже не стыдно похвалиться смотрите сейчас сентябрь середина сентября если вы обратите внимание какие выровненные плоды как они хорошо повторяют все характеристики своего сорта вот эти вот видовые что если этот именно должен быть оранжевый круглый он оранжевый круглый если это форме игрушки лампочки лампочка если это вот банановидная она банановидная перец именно ой ой перцевидный именно такой как перец все и томаты все не больные без пятен без каких-то повреждений вот нынче меня наградила земля матушка таким урожаем умопомрачительным вы видите что я до сих пор сентября не могу его еще обобрать и вспоминаю того мужчину который говорит что у меня много помощников должно быть где же эти мои помощники на будущий год наверное правда придется где-то искать себе помощника мне даже перетаскать в дом все эти лотки вчера десять ведер набрала даже перенести в дом это проблематично летом пока я ухаживаю я хожу между рядов ля-ля-ля-ля-ля-ля все хорошо а как только обрушивается вот этот урожай я не знаю куда деваться за что хвататься ну все конечно грех жаловаться что товатов так много что я не могу их даже перетаскать домой но это действительно так еще много кустов не обобранных вы видите я все хожу хожу и хожу и все показываю и каждый раз говорю ну собираю последний урожай собирая последний урожай он нескончаемый и это я хочу заметить что при минимальном уходе потому что нынче из-за жары я и посынковала поменьше каких-то запустила вот эти видите сколько у этих перцевидных сколько этих плетей нынче еще и белокрылка напала на меня но несмотря на все на это получила такой оглушительный все равно урожай желаю всем вам получать всегда столько урожая чтобы вы уже устали его убирать и чтоб думали ну куда же все это девать нужно этого добиваться хоть и трудно хотите тяжело его перерабатывать но мы только из-за этого же все лето работаем чтобы вот так осенью выйти и сказать ее мое откуда вас наросло столько все до свидания